Харе Кришна, дорогие Ващнавы, мы продолжаем нашу программу. И на повестке дня у нас Бхагавадгита. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 В 6 стихе рассказывалось о том, как Господь нисходит в материальный мир и в Своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу, Его явление уже освобождается из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, Он сразу возвращается в Царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное брамаджёте Господа, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможности их возвращения в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и Его деяний, покинув тело, попадает в Царство Бога, и больше никогда не возвращается в материальный мир. Брама Самхити говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений. Но, несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они есть одна и та же верховная личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских учёных и философов, но преданные должны твёрдо усвоить её. В Ведах Пуруша Бадгиню Панишат сказано Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преднами, и их взаимоотношения вечны. Господь Сам подтверждает это в данном стихе Бхагавадгиды. Тот, кто признаёт эту истину, полагаясь на авторитет Вед и Верховной Личности Бога, и не тратит время на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Тат вам аси» – «Ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний и, обращаясь к Нему, говорит «Ты и есть тот самый Верховный Браман, Личность Бога», очень быстро обретает освобождение и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господь, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается в Ведах. «Там эва видит твати мритюм эйти нанья панта видят эйна я». Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смертей, необходимо постичь Бога, Верховную Личность, «Другого пути к совершенству не существует» – Шветошватару Панишад. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не осознает, что Кришна – Верховная Личность Бога, он, безусловно, находится под влиянием гуны невежества и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы он ни старался проникнуть в смысл Бхагавадгиты, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку с медом. Такие философы-гьяни могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих течливых мирских ученых – беспричинная милость предного Господа. Итак, каждый должен стараться развить себе сознание Кришны, опираясь на веру и знание. Тогда мы сможем достичь совершенства. Конец комментариев. Еще раз стих. Тот, кто знает Божественную природу моего появления и деяний, никогда больше не родится в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители. О, Арджуна! Покинув тело, он достигает моей вечной обители. Покинув тело, ваишна-вебьо-намо-намаха. Жая Шри Кришна, Чейтанья, Прабу-ничья-нанда, Шри Адвайта-гададхара, Шивасадинго-рабхакта-вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И так, сегодняшняя наша встреча, она отчасти приурочена к месяцу декабря. И помимо того, что это последний месяц в году, помимо того, что в этом месяце, как на украинском укажут, шалейни скидки, знышки, там, черные пятницы, или еще какие-то киберпонедельники, и еще какие-то праздники, образно говоря, праздники, для преданных искон, в особенности, в частности, для преданных искон, и для нас с вами, это особый месяц. Кто знает, в чем особенность декабря, для преданных, последователей Шилы Прабхупады. Да, совершенно верно. Этот период называется марафон Шилы Прабхупады. В этот период преданные в исконе берут книги Шилы Прабхупады и делятся этими книгами. И почему мы это делаем? Для непосвященного человека или для человека, который со стороны смотрит, но это воспринимается как продажа книг, то есть люди активно, все что-то в декабре продают, пытаются закрыть год как-то успешно, удачно. Но на самом деле за этим действием стоит некий смысл. И много-много лет назад преданные заметили, что в этот период люди очень хорошо покупают книги Прабхупады. и знаете, как есть, кусть железа пока горячо, то есть нужно вот приложить все усилия, когда это наиболее благоприятно. И преданные заметили, что именно в этот период, в декабрь, люди очень расположены и хорошо берут книги Прабхупады. И преданные решили вот именно в этот период выделять больше сил, больше внимания, больше концентрации именно на эту деятельность, на распространение книг. Теперь вопрос, почему именно распространение книг? Почему это? почему там не распространение просада почему там не распространение изображений кришны почему там распространение благовоний почему распространение книг как вы думаете книгах знания да именно книг правопады а что это за знание в этих книгах чем особенность этого знания в книгах правопады Как управлять жизнью. Что вот мы получаем с вами, читая книги Прабхупады? Милость. Вдохновение. Милость, вдохновение. Знание, несомненно, знание. Спасибо. Привлекать больше народу. Настроение Шилы Прабхупады. То есть, читая книги Прабхупады, мы воспринимаем его настроение. Что еще мы получаем? Кто-то выручку получает. Да, это правда. Кто-то получает. Есть такие люди. Прабхупада говорил, что Бхагавадгита неотлична от Господа. Это слова его. Само название Бхагавадгита. То, что пропета Богованом, Богом. Итак, смотрите, мы прочитали сегодня с вами такой интересный текст. Вопрос, как это связано. Вот я задаю вопрос. Мы в декабре стараемся отдать людям книги. Как это связано с текстом, который мы с вами прочитали? Я еще раз его прочитаю. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители у Арджуна. Что же это за такая деятельность, которая снаружи, как продажа, выручка, еще что-то. Но что за этим стоит? Вспоминается, знаете, вот эта история про то, как строили храм. И человек спрашивает, вы что делаете? Он говорит, я камни тягаю. А вы что делаете? А я деньги зарабатываю. А вы что делаете? Он говорит, а я храм строю. Так вот, одна и та же деятельность – это брать книги и давать людям книги. И что особенного в этих книгах? В этих книгах описано джанма, карма, чамэдивиам. Божественная природа деяний и явлений Господа. Я вспоминаю историю, это удивительная история. Вот сегодня две истории я расскажу от Индридюмной с вами. Они никогда не потеряют для меня личной актуальности. Я уверен, что у кого-то из вас есть подобные истории. Может быть, не такие же. Может быть, другого характера. Но истории, которые описывают нам, как эти книги меняют сознание людей. Как они меняют сердца людей. И как они приводят нас к освобождению. Индридюмна с вами рассказывал о том, как он, находясь в Южной Африке, в частности в Дурбане и в ближайших городах, он собирал пожертвования на проповедническую программу, на польский тур. И это была его регулярная практика. То есть он приезжал в определенный период туда и ходил от офиса к офису. И общался с людьми, просил пожертвования. Для саньяси это нормально, просить пожертвования на проповедническую деятельность. И уже день перевалил за четыре, там где-то вот так. И Магараш подумал, что в течение целого дня он уже собирал пожертвования, и уже можно остановиться. И он присел выпить воды. Было очень жарко. В Южной Африке очень жарко. И ему бросилась в глаза надпись «Ритуальные услуги». И это было совсем рядом. И он решил, это последний офис, куда я зайду. Я думаю, что никто из нас так в свободное время не заходит в эти места. То есть мы заходим туда по редким исключительным событиям. И Магараш понимал, что если туда кто-то и заходит, то по очень серьезной причине. То есть это не супермаркет, где люди приходят скупиться. Если туда заходят, то по очень серьезной причине. И он подумал о том, что это, наверное, неплохое место, где можно с людьми поговорить о каких-то ценностях жизни. Потому что, как правило, вот, знаете, есть вот эти разделы – важное, срочное, срочное, неважное и так далее. И вот есть такой квадрат – несрочное, неважное. И часто вот в нашей жизни много такого срочного. И вот это срочное отдаляет важное немножко в сторону. Кто замечает, что в жизни вот очень много-много такой деятельности, которая, ну, мы не успеваем. Вот называется рутина или операционка. Мы много-много чего делаем и не успеваем уделить внимание каким-то важным вещам. Вот кто-то замечает это за собой, что хотелось бы больше выделить время на что-то важное, но вот это важное постоянно ускальзывает, потому что операционка съедает. Кто-то замечал это за собой? Поднимите руки, кто заметил. Так вот, есть период, когда мы отставляем всю операционку и понимаем, что сейчас только важное. И вот, когда мы заходим вот в этот магазин, вернее, не магазин, это ритуальные услуги, мы понимаем, что, ну, вот сейчас хоть все гори, есть важные вещи. И мы начинаем в этот момент, когда мы прощаемся с близким или еще с кем-то, мы начинаем понимать, что как все остальное становится неважным. Какое-то маленькое и неважное. Я вчера общался с предным, он рассказывал о своем опыте клинической смерти, о том, как он почувствовал себя душой, как это все, знаете, вот описывается, да, как Бхагава там описывает, как наши чувства отключаются постепенно, и мы фокусируемся где-то в районе сердца, такая, знаете, вот вокруг все отключается, органы чувств отключаются. И когда мы возвращаемся в какой-то реальности, да, нас там по щекам бьют, говорит, пора вставать, мы понимаем, что как это все не связано со мной, потому что я отличен от всего этого. И вот Магараж подумал о том, что здесь хорошее место, где можно людям о чем-то близком, близким к смыслу жизни сказать. Он открыл дверь, он зашел, и там была достаточно такая приглушенная атмосфера, стояли надгробья, стояли пластиковые цветы, венки. И единственное, где было пустынно в общении души, единственное, он увидел вдалеке свет, который проходил через стекло офиса, то есть это было видно, что это офис. И он подошел, постучался, приоткрыл дверь. И там сидел человек за столом. Знаете, вот такое было ощущение, гробовая тишина. Там, наверное, это выражение, оно очень актуально. Гробовая тишина. Вот такие нагробья, какие-то ужины стоят, цветы пластмассовые вот эти. И он открыл дверь, и в конце офиса, стол, очень все цивильно, сидит взрослый человек уже в возрасте, может быть, даже ближе к пожилому. И на столе лежит книга, и он читает книгу. Мограджи, я постучался, открыл, и этот человек поднял голову, кивнул и опустил. И я зашел, подошел ближе, но я смотрю, человек читает, читает книгу. И я спросил, вы, наверное, что-то читаете важное? И он сказал, это самая важная книга в моей жизни. И Мограджи удивился, что же самую важную книгу он читает. Он опустил глаза, и он увидел что-то знакомое в этой книге. Он увидел санскрит, он увидел какие-то тексты. Этот человек, он закрыл книгу, ну, так заложил пальцем, и Мограджи увидел, это же Бхагавадгита, с Чилой Прабхупадой. И он подумал, не может быть. Этот человек не был похож на преданного. Ну, имеется в виду все атрибуты преданного, Кантемалы, там еще как-то. Ну, на работе может быть Бестилаки, но Кантемалы, понятно, выдают. Но не было этих атрибутов. И этот человек сказал, что с тех пор, как мой сын ушел из жизни, эта книга, настольная моя книга. И он поднял глаза, и Мограджи увидел, что на стене висел портрет. Портрет молодого человека, и он был черной ленточкой завешан. Сказал, год назад мой сын ушел из жизни. И с тех пор, эта книга моя настольная книга. Мой сын привлекся вашим движением. Он стал вегетарианцем. Он стал повторять Харе Кришна. Он стал мне рассказывать, как это хорошо. Он стал меня, человек говорит, вербовать в это движение. Но я всячески сопротивлялся. И он хотел, чтобы я стал вегетарианцем. Я на это отказывался. Он предложил мне продать бизнес. Наш семейный бизнес. В течение десятилетий я вел этот бизнес. Это был обувный бизнес. Мы делали кожаную обувь. Но мой сын рассказывал мне, как это грехомно и как это плохо. И что вы думаете? Через какое-то время я продал этот бизнес. Но продал не потому, что это грехомно. А потому, что это мой сын. И я любил его. Знаете, вот я размышлял на эту тему, что на самом деле мы принимаем сознание Кришны, мы становимся преданными не просто из-за философии, а потому, что мы слышим эту философию от человека, который неравнодушен к нам. Знаете, вот кто замечал, что мы чувствуем среди преданных родство, иногда даже большее, чем родство с кронными родственниками? Кто такое замечал? И вот это среда, в которой сознание Кришны процветает. Сознание Кришны процветает в семье. И как здесь Кришна говорит, что «покинув тело, ты достигнешь моей вечной обители, Арджуна». И поверьте, за вот этим словом «вечная обитель» не стоит вечная мерзлота, такая, знаете, вот такая бескрайняя сияние и вечность. За этим стоит безграничное разнообразие духовной семьи. Кто почувствовал, когда он попал в общество преданных, что это некая духовная семья? Кто это почувствовал? И вот наша с вами задача распространять сознание Кришны по-семейному. Потому что люди воспринимают от близких людей, от доброжелателей. И вот представьте, отец принял это. Но принял не потому, что там какая-то философия, а потому, что это сын, и он дорог ему. Конечно, это не исключает философию. Это не означает, что нам не нужно читать, нам не нужно понимать, что говорить. Но вот философия, она ложится в культуре, она не существует сама по себе. Она находится в определенной огранке культуры. И вот так же самое, когда мы воспитываем детей. Говорится, не пытайтесь воспитать ребенка, воспитывайте себя. Потому что ребенок, он будет перенимать ценности. И он будет перенимать в отношениях. То есть, когда мы что-то навязываем, человек не хочет принимать это. Но когда мы строим отношения, это та среда, в которой человек принимает что-то от нас. И распространять книги, это значит строить отношения. Эти отношения могут быть на две минуты, на три, на пять, на улице. Но это все построение отношений. Потому что человек берет книгу, не потому, что это какая-то крутая книга, а потому, что почему-то вы нашли какое-то слово к этому человеку. Вы сказали что-то, что расположило его, что сделало между вами мостик, что построило между вами за эту минуту какие-то отношения. Итак, он продал этот бизнес и говорит, я решил подарить сыну новый бизнес. И я купил вот это место ритуальной услуги. И я подумал, что это будет хорошо соответствовать его философии. Это будет место, где он сможет себя применить. Представьте, папа как думал, да? То есть он учитывал потребности сына. Он понимал, что сын здесь сможет нести благо окружающим. Потому что в это время люди расположены, они открыты. Я думаю, что многие из вас соприкасались с людьми, которые потеряли близких, которые сами страдают. Они ищут чего? Они ищут утешения, они ищут поддержки, они ищут какого-то плеча доброго слова. И это самое лучшее место, где... Потому что я думаю, многие из вас сталкивались, когда приходили в ритуальные услуги. Это какие-то люди немножко, ну такие вот, ну я думаю, это тяжелое место. Там люди, чтобы работать, им надо регулярно чем-то стресс заглаживать. И они это делают не самым лучшим образом, не самым благостным образом, с отличным. И когда вы общаетесь, вы понимаете, что это люди, которые ничего не понимают вот в каких-то тонкостях того, что происходит сейчас, что с душой происходит, что с телом. Они просто на работе. Это просто люди, которые вот по стечению обстоятельств занимаются таким тяжелым мыторным делом. Но на самом деле в это время человек, который обращается в эти услуги, он очень нуждается. Нуждается в поддержке. Нуждается в том, чтобы ему сказали, что же дальше, что жизнь на этом не останавливается. И вот все было хорошо. Но буквально через неделю, после того, как все стало налаживаться, ему позвонили и сказали, ваш сын погиб. И он в ужасе. Как? Молодой человек, в расцвете сил, столько перспектив в жизни. Ваш сын погиб. Он говорит, моя жизнь остановилась. Я приехал в офис, уже после всего произошедшего, после того, как сына кремировали и так далее. Я приехал в офис, чтобы продать все это. Я не хотел соприкасаться. Там в течение месяца все это стояло, нетронутое. То есть я не мог прийти в себя. Но потом пришло время, когда нужно было себя брать в руки и довести какие-то дела до ума. Я думал, просто продам это все. И вот я захожу в офис. На столе лежит вот эта книга. И эта книга раскрыта на этом тексте. Эта книга была раскрыта на этом тексте. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители. О, Арджуна. Он говорит. С моим сыном был друг. И он сказал мне, что мой сын в последнее мгновение говорил Харе Кришна. И когда я сел за эту книгу, я не мог оторваться. И я читал, я читал, я читал. И я почувствовал, как мое сердце напитывается. Я почувствовал, как мое сознание напитывается. Эта книга вернула меня к жизни, потому что я понял, что мой сын не умер. Я понял, что мой сын вернулся к Кришне. Эта книга вдохнула в меня новую жизнь. И я решил не продавать этот бизнес. Я понял, это лучшее место, чтобы нести это знание другим людям, нести эту надежду другим людям. Потому что сюда приходят те, кто нуждается в этом. Эта книга вернула в полном смысле слова меня к жизни. И сейчас в моей жизни есть смысл. Сейчас в моей жизни есть цель. И каждый день я читаю эту книгу. Каждый день я говорю из этой книги. И это наполняет меня. И он опустил глаза в книгу. Стал читать. Магараш говорит, я почувствовал такое благоговение перед этим человеком, перед Бхагавадгитой, перед Шилой Прабхупадой. Я подумал, вот для чего я зашел в этот офис. Вот для чего я сюда зашел. Теперь моя вера, он говорит, увеличилась в тысячу раз. Я был благодарен этому человеку. Я потихонечку отодвинул стол, думаю, буду уходить. И я пристал, чтобы не отвлекать этого человека. И он поднял глаза, он открыл тумбочку и дал хорошее пожертвование. Сказал, пожалуйста, я знаю, вы используете это на добрые дела. Распространяйте сознание Кришны. И опять опустил голову. И в этот момент Махараж увидел вот этот текст еще раз. «Джанма карма, чем мы девьямы, вам ее войдет от вода». Тот, кто постиг, тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной Митильонджи. Вот что делают эти книги. Вот почему мы их в декабре распространяем. Это книги, которые меняют судьбу людей. И может быть, кто-то сейчас читает эту книгу. Кто-то начинает просто делать первые шаги. Становится вегетарианцем. Я сейчас общаюсь с одним человеком. Он где-то в глубинке в России. И вот он не знает, как ему сказать близким, что он хочет быть вегетарианцем. Ему очень нравится эта философия. Это удивительный процесс. Знаете, вот когда мы сами на протяжении какого-то времени, там, два, три, пять лет, мы практикуем, и мы немножко, знаете, вот в этой среде как бы устаканиваемся, и вот все как-то становится чуть-чуть обыденным. Но когда мы берем книги про упады, и когда мы начинаем делиться этим знанием с другими, когда мы строим отношения с людьми, когда мы помогаем им сделать первые шаги в духовной жизни, мы видим, вот какой это удивительный момент, когда Кришна проявляется, вот это мгновение, восторга человека, знаете, когда простые вещи в его жизни, они так его окрыляют. Представьте, ну что тут для нас стать вегетарианцем? Скажите, ну какое ноу-хау вы для себя берете? Ну уже естественно, это уже как дышать. Мы не думаем, что дышать это что-то волшебное, да? А представьте, человек, который болеет астмой, вот он задыхается, нету ему вот этого пульверизатора, он задыхается. Для него глоток воздуха это просто вот что-то волшебное, чистого воздуха. И вот многие люди, они живут в таком кислородном голодании. Душа ищет, она андамаям бьясад, она ищет этого контакта с Кришной. Она живет вот в таком еле-еле, знаете, вот человек лежит в реанимации, там что-то пип-пип-пип-пип, и такой какой-то там прибор качает ему чуть-чуть кислорода туда, он еле-еле в таком дремучем состоянии. И хотя люди проявляют некую активность в жизни, они могут быть очень активны, но душа, она дремлет. Вот этот прибор подключен, может быть там веды говорят, ночью по ночью, когда мы отдыхаем, мы как-то подсоединяемся к Браману, вот это единственный для нее контакт, как-то там немножко оживиться, и то все это бессознательно. Но это не сравнит с тем, когда человек соприкасается с Кришной через книги правопады, как он возрождается. И он становится вегетарианцем не потому, что он хочет почистить тело, а потому, что он не может по-другому жить. Я спрошу, а почему вы решили стать вегетарианцем? Он говорит, а я это почувствовал, что есть мясо, это нехорошо. Этот человек стал читать книги правопады, он еще не прочитал последний раздел о вегетарианстве, но он говорит, я почувствовал, что есть мясо, это нехорошо. И это книги правопады. Они меняют нашу жизнь, меняют сознание, они делают нас вечными. И у нас есть эта ценность. Люди сейчас продают то, что продают. Всякую чепуху продают. Потому что время такое, надо продавать. Но у нас есть ценность, величайшая ценность. Книги Шилы правопады, они не отличны от Кришны. Бхага-Вадгита, это песнь Бога. Сам Кришна не отличен от своих слов. И в завершение я хотел рассказать еще одну историю. я совсем недавно ее услышал. Она также очень трогательная, но без этого никак, потому что эти книги они реально меняют жизнь. Индорин Магараш рассказывал про свою маму. Она, говорит, была атеистка, неверующая, верила в науку. Иногда мы общались и обсуждали темы, обсуждали темы духовного содержания. И Марач, говорит, я ее однажды спросил, ну, как ты думаешь, вообще есть Бог? Говорит, не знаю. Но что-то есть, что-то есть такое. Марач, вот за вот это что-то я уцепился. И на протяжении 20 лет я их каждый раз, каждый год прислал книги про упады. И он говорит, маршрут у них был примерно один и тот же. Они приходили, посылка приходила, они распечатывали посылку, и она двигалась прямиком, кто знает куда? В гараж. У каждого дома есть такое место, там кладовая, какой-нибудь шкафчик, куда складывается непотреб. И вот книги про упады, они туда все кочевали, в гараж. И там уже был такой небоскреб, Манхэттен такой, в гараже. Однажды вечером, поздно вечером, оздался звонок. Я взял трубку. У телефона была его мама. Она говорит, сразу же, сходу, ты можешь отвезти меня во Вриндаван? Магараша пишет, такая просьба. Говорит, конечно, организуем все. И с одной стороны, он был рад этому, но он был удивлен, как это к ней пришло. Хорошо, конечно, организуем. Давай завтра утром созвонимся, и мы все очень подробно обсудим весь план действий. И они договорились. Пришло утро, и Магараш в предвкушении встречи с мамой, то есть он все сделал свои утренние ритуалы, повторения мантры и так далее. И он спешил побыстрее набрать ее. И вот он набирает ее. Долго никто не берет трубку. Ведут звонки. В конце концов, берут трубку и берет трубку Пол, его брат. И он, Магараш, пожалуйста, дай маму к телефону. Мы вчера с ней не договорили. Такая пауза, секунд 30. Ничего никто не отвечает. Тишина. Он говорит, Пол, ты меня слышишь? Говорит, мама сегодня ночью умерла. Как? Мы же вчера вечером с ней говорили. Мы обсуждали идею отправиться во Вриндаван. Говорит, да. Я это слышал. А почему она умерла? Что произошло? В течение полугода она уже болеет раком. Как? Я предлагал ей сказать тебе об этом, но она не хотела. Она не хотела тебя тревожить. Она говорила, что еще не время. А как она ушла? Что произошло? Ты был в этот момент рядом? Говорит, да, я был рядом. Как она ушла? Мы были рядом. Она смотрела на нас в спокойном состоянии ума. И она говорила о том, что дети, не переживайте за меня. Я духовная душа. Я не умру. Я вернусь к Кришне. Представляете? Она говорила им о том, что я духовная душа. Я не умру. Я иду к Кришне. Не волнуйтесь за меня. Говорит, не волнуйтесь за меня. Вы представляете? Как зовут Шрила Прабхупаду? Абхай. Абхай Чаран. И мы все последователи с вами Абхай Чарана. И откуда это Абхайя, Бесстрашие приходит? Из книг Прабхупады. Из духовной практики. Прабхупад нам дарит это Бесстрашие. Потому что, поверьте, смерть, это не что-то там, какой-то Диснейленд. Это очень неприятная штука. Я думаю, я не знаю, кто-то из вас соприкасался или нет, но я несколько раз соприкасался. Я видел этот встревоженный взгляд человека. Это очень беспокойное состояние. Но она говорила, не беспокойтесь за меня. Я не умру. Я духовная душа. И Махараш был удивлен. Как она могла об этом говорить? Она же не верила в Бога. Но максимум это, ну там что-то есть. Как она так могла убежденно говорить? И Бог говорит, как только она узнала, что произошло, я увидел ее в гараже. Она перебирает и вытирает книги. И она попросила меня помочь ей перенести все книги в ее комнату. Я перенес книги в ее комнату. И каждый день, сидя на кресле качалки, она читала книги правопады. Она читала их, она их перечитывала, она подчеркивала, она делала закладки. Она в буквальном смысле поглощала книги правопады. В какой-то момент она попросила выслать твои лекции, найти твои лекции. Я заказал все твои лекции. Каждый день она слушала твои лекции. В ее комнате стоял твой портрет, твое изображение. И Махараджи говорит, я потерял дар речи, я не мог дальше говорить. И этот дар речи и не мог говорить была связана с той благодарностью, которую я испытывал, говорит Махараджи. Я испытывал огромнейшую благодарность Шире правопаде. как он поменял жизнь моей матери. На протяжении 20 лет я приезжал, мы общались, но она говорила, я не верю в Бога. Но за эти полгода книги правопады, его комментарии спасли мою мать. И я безгранично благодарен своему духовному учителю о чем бахтивенате с вами правопаде. И мало того, я исполнил последнее желание своей матери. Они забрали ее прах, отвезли во Вриндаван и рассеяли во Вриндаван. Говорится, что лекарство это лучший друг болезни. Мудрость лучший друг путешествия. жена лучший друг в доме. А дхарма или духовный, религиозный образ жизни, жизни, основанный на Писании, это лучший друг после смерти. когда мы живем в соответствии с книгами правопады, когда мы следуем за правопадой, держимся за его наставлением, следуем им в своей жизни. это гарантированно, что мы вернемся в духовный мир. Знаете, вот есть такая печать качества, это проверено и гарантированно. Не важно, кто мы. Даже если мы не высокорождены, мы рождены в странах млечки, яваны и так далее. За одну жизнь, изучая книги правопады, следуя, мы познаем природу Бога Джанма Карма Чима Дивьян. И так мы возвращаемся в духовный мир и больше никогда не рождаемся в этом мире. Поэтому сейчас хорошее время, декабрьский марафон, и мы можем принять участие в том, чтобы распространять книги правопады, дарить книги правопады, знакомить людей с книгами правопады. И сегодня преданные сделали специальную ярмарку, там, если вы увидите, стоит в уголку столик, оранжевый столик, и там стоят книги правопады. Там Багавадгита на русском языке, на украинском языке, источник вечного наслаждения, наука самосознания, правопад, человек святой, его жизнь наследия, Ишапанишад, легкие путешествия на другие планеты, совершенные вопросы, совершенные ответы. То есть каждая из этих книг содержит билет в духовный мир. И у нас сегодня есть возможность, потому что сегодня специальные цены, то есть мы можем взять эти книги, одну, две, три, сколько мы можем, и попробовать кому-то их вручить, подарить, распространить. Как вы настроены, предны? У кого есть желание, такое стремление, по крайней мере? У нас есть также группа Санкиртаны, Харинам Санкиртаны, они выезжают, они это делают каждый день, и мы можем присоединиться к ним, поучаствовать в этом процессе. Ну, или, в общем-то, можем просто для себя приобрести эти книги, вот, и, может быть, те, кто смотрит онлайн, так или иначе, могут также заказать эти книги. Сейчас, сегодня, вот, ярмарка, и в целом, вот, на время марафона, я думаю, что будут особые скидки, особые цены, и мы можем с вами принять участие. Хорошо, предны, я не буду больше забирать ваше время, сейчас мы перейдем киртану, спасибо вам большое за участие и за то, что вы следуете за Шилой Прабхупадой и изучаете его книги, его наследие. Какие-то, может быть, один вопрос есть у кого-то? Всем все понятно. Продолжение следует... Продолжение следует...